Всем привет, мои дорогие! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, поговорим мы с вами о канале Аня Настя Лайв. Обсудим очередной влог, который вышел вечером. И, значит, там Анька решила раскрыть тайну своего веса, но так и не раскрыла. Пол-видео говорила про какие-то батарейки, которые уже не работали в весах, и весы оказались рабочими. Ну, в общем-то, они ещё и не верят в точность показаний этих, значит, весов. Ну, да, как она написала привес, я просто не могла, когда я услышала слово привес. Ну, это обычно у поросят. Ну, и в ответ их рассмешили. На откорме, что ли, были? Почему как? Да почему как? Даже обидно. Знаете, вот такие безграмотные, такие бестолковые, как что-нибудь ляпнут, хоть стой, хоть падай. Ой, там дальше опять у неё звонки были, всё перебивали, ещё и салатик надо было показать, ещё про Настина лицо рассказать, что писала ей там косметолог, что вот приглашала посетить. Ну, естественно, там косметолог будет предлагать всякую чистку, всякие там мазюки-примазюки. И вы знаете, сколько она уже скупила этого всего, да? И вот видели девочку там в Инстаграме, а у неё точно такое лицо, как у Насти, но она вообще не ест ничего вредного, ни сладкого, вообще ничего. И вот у неё такое лицо. Слушайте, ну, Настя-ка, ты не знаешь, от чего у неё такое лицо? Она-то по врачам не ходит, она продолжает жрать, давить прыщи, замазывать эти дыры мазюками, и всё. И далее, да, про привес. Анька сказала, что привес у неё полтора килограмма за девять месяцев. Ну, это типа, когда они там ездили, что ли, получается, в Украину, а в Украине она набрала аж пять килограмм, ну, а Настя-ка типа меньше. Ну, а дальше про комплексы, что вот у Насти никаких комплексов нет. Она вот встала и показала всю свою фигуру, всю себя показала. И якобы вот она не стесняется, какая есть, такую себя и показала. Анька сказала, что она вообще косметосом не пользуется. Да, и она только может ресницы накрасить иногда, ну, и губы, да, в свисток, который постоянно плямкает, чамкает, и уже смотреть невозможно. Знаете, у неё такое чувство губы, да, как нитки раздутые, да, и настолько противно на это смотреть, и я не понимаю, для чего она это делала, качала эти губы, при том, что вечно они у неё сохнут. Она их вечно облизывает. И это не от того, что, я думаю, у неё сохнут из-за того, что накачаны и раздутые. Тут, думаю, в другом причина. Ну, а по поводу комплексов. Анька, а, Анька, а чё ты Настику тычешь? Настяка показала. А чё ты не показываешь? А чего ты не показываешь? Ты говоришь про комплексы зрителям, но при этом ты сама имеешь кучу комплексов. Да ещё и каких комплексов. И фобии у тебя есть. И комплексы. Да, у меня на дзене можно посмотреть. Да, девочку Анечку. Так её снимали сзади. И кто-то там написал в комментариях, что она якобы весит килограмм 120. Она, правда, там штыки в комментариях. Ну, а Настяка 90. Не, ребят, не весит она 120 килограмм. Ну, сотку она весит. Но 120 нет. Думаю, что не весит. Но, глядя на неё, тут на лицо достаточно посмотреть и понимаешь, да, что она действительно большая. Она большая. И, вы знаете, я бы вообще её не зацепила и не затронула никогда. Я оцениваю человека изнутри, а не по внешности. Внутри они обе насквозь гнилые, жадные, желчные, мстительные и заведущие капец какие. И, понимаете, внешность тут абсолютно ни при чём. Чем человек наполнен, тем он и красуется. А если одним злом, гадостью и мерзостью, то, да, он вызывает отвращение даже внешне. Но как-то, когда я их только начала обозревать, в мою сторону полетели такие оскорбления. И носатая, и жирнючая, и вонючая, чего только не говорили. А потом ещё на меня они же напялили тапочки и отправили в психушку с мужем моим. Да, у меня даже эти все видео сохранены. И тут она говорит, ой, надо любить себя, какая есть, и там носик, там ещё что-то. А что ж ты себя не любила такой, какая ты есть, раздула губы? И что ж ты, говоришь, надо любить себя, а сама при этом боишься показать свою фигуру? А? Что же это такое-то? Зато других ты, мастерица, обсудить, внешность, да, по внешности пройтись, Эрику, меня, зацепить даже моих детей, да? Вот ты в этом мастерица. Поэтому ты и растёшь, как на дрожжах, да. Поэтому у Настики и лицо постоянно обсыпано, потому что у вас столько грязи. И сколько грязи желаете вы людям, сколько мерзости, особенно касаясь детей, болезней, вам вернётся в 10 раз больше. Так что мне вот абсолютно всё равно, сколько вы прибавляете, сколько вы убавляете, мне плевать на вас обоих. И на вашу жизнь никчёмную плевать, потому что она действительно никчёмная. А вес вы набирали, потому что жрали и спали. Ну, по ночам бухали, а потом опять спали и жрали. Вы абсолютно ничего не делали для того, чтобы не набирать вес. Человек, который не набирает вес, он даже при, скажем так, при личном питании, даже при переедании теряет калории, потому что двигается, потому что ходит на работу. Да, не валяется дома круглые сутки на кровати, а вы абсолютно ничем не занимаетесь, кроме как в сидячем и лежачем горизонтальном положении. В общем, ребят, ни о чём, абсолютно ни о чём, и настолько противные становятся. Понимаете, вот на протяжении вот последнего времени, я не знаю, сколько месяц, каждое видео всё отвратительнее и отвратительнее. И вот когда смотришь, понимаешь, что ведь это девушки, девушки, ведь им быть мамами, жёнами. В этом экране такое дно, что у меня просто иногда дар речи теряется, когда я смотрю на вот это вот. Предыдущих видеоролик я не смотрела, я не смотрела эти ужасы, я лишь почитала комментарии и поняла, что смотреть там нечего, и нечего терять своё драгоценное время на это фуфлоу. Мои дорогие, пишите, что думаете вы по этому поводу, оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok